Всем привет, дорогие друзья! С вами Феосфан, а это очередное видео, посвящённое игре Троф. Итак, друзья, сейчас мы отправимся go на футбол. Нет, мы отправимся не на футбол, мы на самом деле отправимся на челлендж, потому что я наконец-то достиг 30-го мастера ранга, правда уровень у меня у самого небольшой, 26-й. Ну и теперь я могу... Ну, сейчас, дисконект, такое бывает. Теперь я могу ходить на челленджи. Что такое челлендж? Это такая штука, которая после 30-го мастера ранга у вас будет появляться каждый час. Вас приглашают отправиться прогуляться по данжам, и тут у нас есть информация, по каким именно данжам, и кто получит двойную награду. Вот неон ниндзя получит двойную награду, это хорошо. Нам надо гулять по данжам в неон сити. Нам нужна локация неон сити. Вот она как раз рядом есть, и все сейчас туда летят. Так, мне надо тоже сделать вот так в настройках, чтобы меня клан видел, чтобы мы тоже погуляли по этой локации. Так, ну вот все туда пошли, надо за всеми идти, потому что всей толпой вместе быстрее чистится данжи. Ну, я думаю, сейчас ко мне кто-то из клана придет, но вообще в целом, как бы, вам достаточно просто протонуться. Если вы, допустим, в пятом убере, то значит толпа действительно будет гулять по данжам. Ну, вот этот данж, я так понимаю, не зачистили без меня. Не вижу, где они, они где-то, где-то здесь тусуются. Я вот этот вот данж не люблю, потому что я никогда не понимаю, как в него войти. Вообще, для меня это самый неведомый данж. Так, ладно, давайте вот сюда. У нас еще время ограничено. Надо уже что-то делать. Так, вот, 9 очков я сразу, друзья, получил. Главное, оказаться в нужный момент, в нужном месте. Сейчас еще вещи соберем. Так, и теперь куда? До ближайшего другого данжа. Но вот надо смотреть, куда все летят. Короче, куда все, туда и я. Все решили пойти вот сюда, на соседний данж. Сейчас тут быстренько босса зачистим. Кстати, если вы на убере пятом, то вам довольно-таки неплохо будут падать очки. А если бы я был на убере поменьше... Так, все, убили, да? Отлично. Все, первое задание выполнено. Мы получили два сундучка. Нет, вот меня приглашают на убер третий. Я не хочу. Я сейчас хочу именно... Опа, надо было крылья одевать. А я что-то на своем питомце запрыгался. Кстати, скат мне не очень нравится. Скат. Я вот его... Меня сейчас часто спрашивают, откуда у меня взялся скат. Ската я получил, друзья... Ну, просто мне повезло, я его получил из сундука. Но надо бы его обменять на кошку, потому что... Знаете, когда я на скате ездию, я как-то не чувствую... Не чувствую, как будто я еду. Я чувствую себя, как будто я лечу. Из-за этого иногда делаю всякие ошибки. Блин, какой высокий данж. Наверное, когда я кверху поднимусь, там как раз уже кого-нибудь убьет. Ребята, что, где босс? Здесь босс, да? Я даже ничего в этой куче, в этой каше малень не вижу. Даже понять не могу, что я делаю, что творю. Но, тем не менее, данж пройден. Хотя на это было потрачено много времени. Главное тут, ребята, от всех не отставать, да? Чтобы очки зарабатывать. Блин, блин, не падай с платформы. Чтобы от всех не отставать, надо бы... Ну, желательно хорошо знать все данжи, да? Чтобы уже быть в курсе, куда надо бежать, чтобы быстро найти босса. Так, куда дальше пойдем? Ну, вон, знаете, куда все, туда и я. Вот видите, в каком направлении двинулась толпа. И сразу срабатывает стадный инстинкт, туда мы и бежим. Ну, а вот эти сундуки, которые мы сейчас добываем, то есть за каждое выполненное задание сначала нам надо там убить, ну, заработать 10 очков, да? Вот сейчас у нас уже 40. За каждое выполненное задание мы получаем 2 сундука. Ну, как я понял. Я не знаю, поправьте меня, конечно, если я ошибаюсь, но я вроде вот смотрел, засекал, именно так и было. Ну, можно даже проверить. Сейчас у меня 8 сундуков. Когда сейчас выполним задание, вот это, где надо набить 40 очков, я думаю, у нас будет... Так, ребята, а вы что тут ломаете? Зачем вы это ломаете? Нам надо вот туда, да? Вот он, данж, куда все побежали. Да, ё-моё. Блин, что-то лагануло. О, слава богу, успел. Мог ведь и не успеть. Всё. Второе задание выполнено. Вот, да, видите, у меня 10 сундуков. Это вот эти вот сундуки. Потом мы их пооткрываем, посмотрим, что с них падает. Но вообще с них падает какая-то душа дракона, за которую что-то дают, как я понял. Так, ребят, что ещё наверх, да, скакать? Я успеваю сейчас только под раздачу с такой толпой. Я как бы не особо шустрый. Но я не знаю, надеюсь, что когда опыта игрового будет побольше, то я стану более шустер. А сейчас я просто, знаете, даже не успеваю за всеми. Ну, кстати, если вам кто-то надоедает, вот так вот в чате флудит, как сейчас, можно просто на него навести мышку и вот так выбрать, как бы, отрапортовать о спаме. Во-первых, для вас его замьютят, что вы не будете больше видеть то, что он пишет. Так, ну вот я задание выполнил, но я даже не понял, где они, что, куда попали. Вот он, тут телепорт, оказывается, был. Ладно, уже поздно. Хотя, хотя, друзья, можно вот так попробовать быстро протонуться. А здесь ничего не лежит. Ладно, всё, убегаем. А то сейчас отстанем от всех безнадёжно. Где все? Все где-то вот... Все где-то вот здесь. Самое приятное, что не обязательно там, я не знаю, не обязательно быть в самом данже, да? Если вы даже не знаете, как в этот данж попасть, вот как я, например, сейчас. Я даже без понятия. Я в Невоновой Сити. Для меня это вообще самый непонятный город, потому что я не понимаю, как тут в данже попадать. Тут вот некоторые данжи для меня не очевидны. Не очевидны, где в них вход. Ну, там, может, где-то был. Я не знаю. Главное, хотя бы рядом быть, чтобы вам перепала награда за убийство босса. Так что, ребята, все двинулись куда-то туда. В общем, будем надеяться, что благодаря своей награде, ну, благодаря тому, что я неоновой ниндзи, у нас сейчас увеличенный бонус, что хотя бы благодаря этому я успею эту соточку заработать за оставшиеся 11 минут. Я не знаю, что там. Дальше сотки есть ли. Задание. Тут главное вот так вот, а полетом передвигаться. Не выходить с данжа, а именно улетать с него по верхам. Тогда вы легче доберетесь до следующего. Да, ё-моё. Тут весь полы разворотили. Вот, видите. Не через телепорт уходим. Так. А именно, вылетаем и летим до следующего данжа. Так быстрее. Так, ребята, что вы куда там? На низ. Вот тут какой-то портал. В него не надо. Нам надо убить вот этого босса. Так, где шмотки? Я что-то ничего не вижу. Ладно, бог с вами. Вон, ребята, уже вылетели. Данж с рецептом, да? Это хорошо. Рецепты я люблю. Вообще, друзья, я тут заметил, что часто мне, хотя босса убивают рядом, там сундуки ломают, но мне ничего не падает. Может быть, это потому, что нас тут слишком много, а может быть, я не знаю, может тут есть такая особенность, что если ты сам босса не успел ударить или нанести ему хотя бы какой-то более-менее дамаг, то остаешься без сладкого. Не знаю. У меня же тут что-то появилось, такая теория. Но нет, наверное, нас слишком много, хотя я не знаю, больше ли нас, чем 9 человек. Сюда, да? Опять наверх. Ох ты, ё-моё, что-то я... Мне казалось, я на платформу становлюсь, а я как-то пролетел. Нет, друзья, всё-таки посмотрите, сколько здесь ников. Нас тут явно больше 9 человек, именно поэтому иногда вот сейчас опять я остался без лута. Тут же как всё. Если у вас больше 9 человек, то лут уже падает не всем. Я не знаю. Может, просто тем, кто не дамажит, больше шанс, что ничего не выпадет. А может, просто мне часто не везёт. У нас, кстати, сейчас толпа разделилась. Кто-то наверх пошёл, а кто-то на низ. Все так торопятся, что даже не могут держаться вместе. Друзья, куда теперь все теперь побежали наверх, да? Туда, куда побежали вот те двое. Но, может быть, они правильный выбор сделали. Мы, похоже, побежали на низ, туда, где был только один данж, а ребята побежали наверх туда, где было два данжа. Ну и мы сейчас вот прямо бежим за ними до последнего данжа. Но, я не знаю, успеем, нет, прийти к тому моменту, когда тут там всё убьют. Может быть, следовало бы уже для экономии времени вообще переместиться куда-то в другое место. А-а-а, я не долетаю, друзья. У меня слишком плохо всё с прыжками. Где они все? Они там где-то наверху? Может, в этот портал надо? Нет, это уже пройденный данж. На этот портал, может, нас хотя бы наверх вести. Так, похоже, 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 тут всё с данжами. Всё пройдено. Так, ладно, давайте, давайте быстро в клуб. У нас есть ещё 7 минут, чтобы добить 100 боссов. И снова телепортируемся на Uber 5 мир в надежде того, что рядом сейчас окажется какой-нибудь ещё неоновый сити, в котором данжи не тронуты. Так, что тут у нас? У нас тут неоновый сити есть, но он далеко. Поэтому, чтобы времени не терять, давайте заново. Хотя можно было ещё как вариант там телепортироваться с помощью меча, который рядом с... ну, рядом находится с этой... с этим миром, куда нас телепортируют. Ну, вот смотрите. Неонового города рядом нету. Теперь жмём на мечи. Телепортируемся к рандомному человеку. Неоновый город. Ну, в принципе, он вот там за рекой. Я не знаю. Давайте, ладно, слетаем. Бог с ним. 6 минут. Успеем долететь. Нам надо вроде немного. 15 штучек всего. При том, что сейчас прибавка на него нового ниндзю. Ну, как бы мне повезло с этой прибавкой. Вот если бы её не было, я бы вообще мало собирал. Причём вот сейчас я даже не знаю, сколько мне дают за босса. Ну, там что-то... Я помню, 9, да, дали мне в самом начале. Это вообще шикарно. Ну, я помню, я ходил на Убере третьем, по-моему. Там мне просто давали одну штучку за босса. Ну, это когда ещё не было вот этой прибавки для него нового ниндзя. Так, как сюда забраться? Где тут босса искать? Блин, мне любят такие заморочистые данжи, где всё не очевидно. Я вот вообще не пойму. Здесь можно только время потратить, пока разберёшься. Хорошо, когда ты все данжи уже знаешь, как свои 5 пальцев. Особенно плохо, когда у тебя прыжка мало. Так, может вниз надо спуститься. Здесь вообще какая-то ерунда. Здесь цветы растут. Ребята, господи. Мне вообще противопоказано в одиночку ходить по данжам, потому что я вообще не разбираюсь, что тут и как делать. Вот телепорт. Вот ребята бьют, да, похоже, босса. Когда есть какие-то ребята, то хотя бы хорошо. Можно, знаете, как стандный инстинкт врубить. Кто-нибудь вас да отведёт куда надо. Ну, там, тот, кто знает. А остальные, скорее всего, ринутся за ним. Так, в телепорт, пожалуй, не пойду. Пожалуй, просто полетим отсюда. Где там ближайшая площадка? Ребята все рванулись вот туда. Ребята, я с вами. Куда вы? В этот данж вы полетели? Да вот этот холодильник, да, у нас боссы. Ребята, да убейте вы этот холодильник. О, слава тебе, господи. Так, сейчас опять же выбираемся наверх, никуда не телепортируемся и отсюда летим дальше. Так, нету, нажал. Куда? Куда? Все наверх, да, пошли? Ну, куда все, туда и мы. А, а в принципе-то все, да. Задание уже выполнено. Так что уже можно не заморачиваться по этому поводу. Давайте тогда теперь уже... Теперь уже включим IPR offline, чтобы нам в кадре не маячили наши ребята-соклановцы. Ну, в общем, спасибо им, что они нам помогли. И, кстати, друзья, отвечая на вопрос, вот многие спрашивают, как попасть к тебе в клан? Я, в общем, могу сказать следующее. У нас сейчас в клане есть два офицера. Это Condor и AtomGold. Вот можете запомнить, как пишутся их ники. Вам достаточно просто написать им в приват и попросить, чтобы они приняли вас в клан. Ну, или можете писать мне, но я не всегда в онлайне. Ну, и офицеры не всегда в онлайне. Ну, в общем, кому-то из нас вы можете писать. Чтобы написать в приват, нужно сделать следующее. Просто написать вот так вот W и, например, и ник. Ну, вот так вот. И там дальше уже текст сообщения. Чтобы, допустим, попасть в мой клуб, даже, да, если вы в нем не состоите, ну, если вы хотите здесь побегать или, я не знаю, как бы попробовать здесь докричаться до кого-то из нас, вам достаточно ввести следующую команду. Join World. Вот так вот. Join World. И здесь уже идет название клуба. То есть вы можете ввести мое название клуба. Это просто 11.1. Либо, допустим, название любого другого мира, в который вы хотите присоединиться. Так, ну, с этим вопросом вроде разобрались. Давайте теперь оденем вещи на Magic Find. Хотя, я, знаете, я вот не уверен. Я знаю, что вещи на Magic Find, они помогают вам находить, ну, магические предметы из вот этих вот разбиваемых сундуков, которые из боссов остаются. Или же там просто шанс, что вы выбьете с босса что-то хорошее. Но я не уверен, насколько этот Magic Find помогает вам, если вы просто открываете вот эти вот всякие сундуки. Но, надеюсь, что помогает. Поэтому, собственно говоря, мы сейчас все на Magic Find и одели. Так, рыбу тоже поломаем. Так, все сломали, что могли. Может быть, и не все, но я вроде ничего не вижу. Так, давайте рецепт откроем. Теперь, друзья, открываем сундуки. Это сундуки SuperArena. Глаза, глаза, ничего хорошего. Adventure сундуки. Так, так, так. Так, ничего особенного. Сундук Шахтера. Тоже ничего хорошего. Ну и теперь Neon Dragon с сундучки открываем. О, 400 флакса. Ну, с них такая приятная, да, награда дает. 400 флакса, это, на мой взгляд, неплохо. Глаза. Вот она, душа дракона. Я точно не знаю, что эти души дают. По-моему, их в хабе надо обменивать. Вот, два раза по 250 флакса. Это уже тысяча. В общем, неплохая вещь. 400 флакса. Круто. Еще 250. Еще 250. Еще 250. Еще 250. Еще 250. И еще 25 глаз. В общем, в итоге, как видите, друзья, флакса у меня было до того, как я эти сундуки начал открывать, не так много. В общем, сундуки вещь полезная, на них можно действительно неплохо подражиться, особенно если вы новичок, как я, да. И желательно, да, лететь со всеми в Uber какую-нибудь пятую арену. Там вам, конечно, будет тяжело, но если сильно тяжело, я не знаю. Ну, смотрите, у меня эта вещь не очень хорошая. У меня вот Shadow 1 уровень. А, нет, погодите, прошу прощения, это у меня на Magic Find. Ну, вот, моя реальная шляпа. Ну, она Shadow 2, но она такая вот. Ну, Shadow 2 и все. Меч тоже Shadow 2. И маска Shadow 1. В общем, ничего такого особо крутого у меня, как бы, нету. Ну, жить можно. Но если у вас, как бы, вещи похуже, или если вы себя чувствуете не так комфортно на Uber 5, то, ну, можно просто в стороне подержаться. Если, как бы, сами не можете туда портануться, можно там, как все, написать там что-нибудь Invite Me и прочее. Ну, или даже можно там на Uber 3, ну, не знаю, на любом Uber можно работать. Ну, по крайней мере, первые 40 очков, если у вас есть бонус для вашего класса, вы можете набрать. А если бонуса для вашего класса нету, ну, тогда, тогда гораздо тяжелее. Именно поэтому хорошо иметь сразу несколько классов, что вы видите там, ага, сейчас идет бонус на такой-то класс. Ну-ка, дайте-ка я поменяю своего персонажа и пойду уже с бонусом добывать вот эти челлендж-сундуки. Так, ну, ладно, друзья, теперь давайте как раз с нашим флаксом раскидаемся. Раз у нас есть флакс, то теперь мы можем заточить, ну, например, нашу масочку, да. Все остальное это у нас прокачано. Нам теперь нужны Twice Forged Shadow Soul. Мне нужна теперь, чтобы качать свои вещи, чтобы прокачать вещь до Shadow 3 уровня. Что это значит? Вот эта Twice Forged Shadow Soul, ну, я думаю, интуитивно понятно. В общем, чтобы ее получить, надо поломать какую-то вещь второго уровня. То есть, грубо говоря, мне надо либо где-то на арене найти Shadow Шмотку второго уровня, либо, я так понимаю, заточить какую-то вещь до Shadow 2 уровня и потом ее поломать, чтобы добыть, ну, вот этот Shadow Twice Forged Soul. Ну, не важно. Так, ладно, давайте масочку качнем, тоже до Shadow 2 уровня, поскольку у нас появился флакс, чтобы себя покомфортнее чувствовать. Вот, теперь мне тоже нужна душа 2 уровня. Ну, что, наверное, со временем придется шмот либо точить, ломать, либо, друзья, у нас же еще есть такая вещь, как ринг крафтинг. Вот я докачал до 250, это на данный момент максимум, и теперь я могу делать из черных бриллиантов крутые колечки. Возможно, даже там, я не знаю, не уверен, но мне кажется, там можно и Shadow 2 кольца случайно создать, потому что в кузнице-то кольца не затачиваются, а Shadow кольца второго уровня я видел и выше, наверное, есть. Поэтому давайте сейчас испытаем удачу. Сначала сделаем, ну, сколько? Ну, давайте, например... Так, а сколько нужно для этого? Для этого нам... А, для этого нам нужно... Мы можем 20 штук сделать. А для крафта нам что понадобится? Нам понадобится только Shape Stone Ore. Ну, давайте, давайте попытаем удачу, давайте покрафтим кольца. Это 20 на 5, это вообще получается очень много. Это, получается, сотню колец мы сейчас сможем сделать, если нам еще Shape Stone Ore хватит. Пока они там крафтятся, можно вообще чем угодно заниматься, но, ладно, уже тут ждать недолго осталось. Да, кстати, еще по поводу рункрафтинга. Я вот сейчас помаленьку качаю. Хотя у меня блэнк скроллов постоянно нету. Блэнк скроллы капают довольно-таки редко. Но эта вещь прикольная, позволяет открывать новые кубы. Так, друзья, ну и теперь давайте, давайте скрафтим... Я думаю, одно колечко на Лазерменси я сейчас скрафчу. Или, погодите, какое у меня кольцо на Лазерменси? Сейчас посмотрим. Ну, оно радужное. Да ладно, нормально. Я так понимаю... Тут не всегда черные вещи, кольца будут падать. Ну, давайте для начала скрафтим. Вообще, максимум я могу вот сотку, да, сейчас скрафтить. Ну, давайте для начала скрафтим десяточку. Пока они крафтятся, давайте поймаем какую-нибудь рыбку, чтобы не скучать. Рыбку, надо сказать, тоже ловить не особо весело. Опа, рыбку поймали. Так, что теперь у нас? Где у нас? А, ну, кольца у нас есть. Давайте посмотрим, что тут выпало. Нам выпали в основном радужные кольца и одно черное кольцо на регенерацию энергии. В общем, вообще ничего, друзья, хорошего. Все это можно спокойно, со спокойной совестью поломать. Единственное, что мой косяк, надо еще вещи на Magic Find одеть. Да, шапку на Magic Find одели. Кольцо на Magic Find одето. Вот теперь... А, кольцо на Magic Find у меня черное даже. Так, вот теперь нам будет полегче. Ну, я не знаю. Я надеюсь, что при открытии вот этих сундуков, чем выше параметр Magic Find, тем больше шанс действительно добыть что-нибудь хорошее. Так, я думаю, сейчас еще 80 скрафтим. Ловись, ловись, рыбка. Совсем не клюет. О, блин, старый сапог. Так, ну ладно, давайте помаленьку открывать. Вон, смотрите, Power Signet, Power Crest. Крест это черное, да, а Signet это радужное. Ну, у нас вот тут... О, вот они, видите, колечки пошли. Uber второе кольцо. Ну, точнее, кольцо второго Shadow Level. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что, ну, во-первых, если я его не буду использовать, ну, я его буду использовать, но вообще, если бы я его не использовал, я так понимаю, я бы мог его просто поломать и... и не шиша. Я бы за него не получил Twice Forged Soul, который нам нужен для кузницы. А я надеялся, что получу. Ну, вообще, кольца это такая, видите, их как бы нельзя... Их нельзя, вот, допустим, в обычной кузнице взять, заточить, там, прибавить параметры или еще что-то. Я даже не знаю, зачем их вот здесь на панели, зачем их здесь отображают. Это только людей с толку сбивает, потому что делать с ними, ну, вот сами видите, ничего нельзя. Их можно только крафтить. И, к сожалению, когда их ломаешь, ты тоже вот эту Twice Forged Soul, короче, которая нам нужна, не получаешь. Но я так понимаю, это значит, что нам надо ломать именно не кольца, а именно вещи точить и ломать. Ну, или находить и ломать. В общем, эта лазейка с кольцами, которую я надеялся воспользовать, она у нас отменяется. Ну, ладно, мы тогда поломаем вот это колечко. Снимай кольцо. Вместо него оденем пока что вот это хорошее кольцо на Magic Find Shadow 2 уровня. Что, еще что-нибудь в Shadow 2 попалось? Не, все, Shadow 1. Ну, ладно, пойдемте поломаем. Давайте еще маленько пооткрываем сундучки. Что у нас на этот раз? Какой лов? Shadow 1. Вот он, Shadow 2 уровень. Регенерация энергии. Это меня не особо интересует. Shadow 2 уровень. Magic Find. И... А, ну вот и все, что у нас выпало сейчас. Shadow 2. Давайте опять это ломать. Не свезло. Не свезло. Так, что на этот раз? На этот раз вообще мало колец черных. Зато, смотрите, зато много Shadow 2. Целых 3. И это простое. Так, что тогда? Опять на Magic Find. На прыжок. 12 к прыжку. Ну, на прыжок я себе пока что колечко оставлю. Оно мне может пригодиться, когда я поменяю параметры своего меча. У меня просто сейчас меч дает прибавку к прыжку. Это меня не особо радует. Стабилити? Нет, стабилити мне не надо. В общем, все остальное можно продать. Можно точнее поломать. Так, ой, блин. Я не то сделал. Я думал, я сейчас в лут коллектор зашел. А я зашел не в лут коллектор. Так, это надо вернуть. Что тут еще мы лишнего кинули? Что здесь делает? Кольцо на Magic Find. Так, вот это, да, мы сюда накидали. Да, вот это все здесь. Всего здесь быть не должно. Зато здесь должно быть вот это, вот это, вот это. Это, это и вот это. Так, нам надо было в лут коллектор. Так, а на прыжок оставляем. Ну и здесь маленько. Так, рыба тоже в лут коллектор. А это даже трофейная рыба. Так, ну и давайте последняя партия, 30-очка. Она влезет 30? Наверное, не влезет. Или влезет. Да, как раз вот на все последние места упали кольца. Ну и давайте сразу смотрим, что ломаем. Что у нас черного? Первый уровень. Меня не интересует. Первый уровень. Первый уровень. Шадоу второй. Опять же прыжок. Ну, прыжок у нас уже есть, так что тоже не интересует. В общем, ничего особо интересного не попалось. Ну, хотя, как сказать. В целом, да, вот мы скрафтили сколько? 90 колец сейчас. Что я для себя выбил? Я для себя получил кольца шадоу второго уровня на прыжок. И кольцов шадоу второго уровня на... На что, друзья? На Magic Find. В общем, эти кольца мне нужны. Этими кольцами я буду пользоваться. Так, ну и знаете, что я думаю еще? Я думаю еще скрафтить... Попробовать скрафтить черное кольцо. Желательно второго уровня на Лазерменсе. Почему? Да потому что я часто занимаюсь стройкой и быстро ломать блоки. И это, в общем, для строителя очень приятно. Чтобы, так сказать, экономить свое игровое время. Кажется, я там видел черные кольца. Шадоу первый. Вот он. Вот он шадоу второй. Я не знаю, а шадоу третьего уровня, как получать кольца. Можно вообще, нельзя. Так, вот. Дает и прыжок, и, собственно говоря, Лазерменсе. Это очень приятное кольцо для строителя. Потому что прыжок тоже во время строительства, ну, параметр не лишний. Туда запрыгнуть, сюда запрыгнуть. В общем, будешь себя чувствовать комфортнее. Так, ну и все. Отлично. Все остальное, значит, можно сломать. И из нашего сундука. Так, а где мое вообще кольцо, которое я всегда использовал для строительства? Мне кажется, я его уже случайно сломал в ходе наших перекладываний туда-сюда-обратно. Ну, в общем, и слава богу. Так, вот это кольцо на Лазерменсе оставляем. Все остальное ломаем. Так, и кольцо на Лазерменсе, на этот параметр, который увеличивает скорость разбивания кубиков, мы кладем к себе в инвентарь. Кстати, что касается вот этих Neon Dragon Soul, их можно менять там на маунтов драконов, да, их можно менять на питомцев. Я точно не знаю, где это делается, но, скорее всего, в хабе я там что-то подобное видел. Ну, можем сейчас летать. Единственное, что еще хотел сказать по поводу вообще моих вещей. Как бы меня не совсем устраивают те параметры, которые на них сейчас лежат. Так, вот так, правильнее. Ну, тем не менее, друзья, как бы, что хотел сказать, что я периодически пытаюсь поменять вот в этой кузнице, но у меня ресурсов не хватает. У меня вот есть 8 тентакли. И смотри, сейчас мой меч дает прыжок. Я бы хотел... Прыжок и максимальное здоровье. Я бы хотел, чтобы он давал максимальное здоровье в процентном соотношении, но ни разу не видел, чтобы мне выпадал этот параметр. Поэтому я сейчас даже не уверен, что такое в игре присутствует. Вот эта шляпа дает неплохо. Она дает процентную прибавку к здоровью. Я бы еще хотел, чтобы она четвертым параметром давала не скорость передвижения, а давала скорость атаки. Но, к сожалению, мне так ни разу и не повезло добиться того, что я хочу. У меня сейчас не так уж много тентаклей, поэтому я не буду сейчас экспериментировать. А то может так получиться, что я все тентакли потрачу, а получу те параметры, которые мне вообще не нужны в итоге. Там регенерацию энергии или еще что-то. Обычно я вот эти тентакли накапливаю, там штучек 20, и начинаю свои вещи прогонять через вот эту кузницу. Ну, вот эта Чаус Фордж, она меняет два последних параметра. Третий и четвертый. И я периодически меняю в надежде получить от предмета те параметры, которые мне нужны. Ну, пока что безуспешно. Ну, тем не менее, у меня как бы дали, да, какой-то более-менее удобный вариант. Но не совсем то, что я хотел. Так, ну а теперь, друзья, давайте, наверное, слетаем в Хабмир и посмотрим. Я там видел где-то такие, знаете, магазины под землей, в которых, по-моему, вот эти как раз души дракона и можно обменять. Но я тогда был еще совсем новичком, и я так посмотрел и понял, что... Так, это что-то для хаев, это мне пока что неинтересно. Но вот сейчас, может быть, мне это уже и интересно. Давайте сходим, посмотрим. Так, вот здесь у нас... Так. О, этому вообще нужна какая-то другая штука, друзья. Драгон Коин. Used to craft Dragon Souls. Блин, ребят, я даже не знаю, как это добывается. Нет, похоже, это не совсем то, о чем я говорил. Что это такое, я не знаю. И, похоже, мне пока что еще рано. Знаете, вот как бы у меня видео, они не обучающие, друзья. Я сам такой же, ну, как большинство из вас. Я тут бегаю, сам понять не могу. Ну, что-то понимаю, что-то не понимаю. Я вот, например, не понимаю теперь, куда мне эти души свои потратить, чтобы чего-то от них добиться. О, кстати, здесь я всегда хотел еще крота скрафтить. Ну, крутой сапог. Сапог с кротом. Мне на него... О, мне на него... Всего хватает, кроме Shape Stone Ore, который мы сейчас в огромных количествах потратили на крафт колец. Ну, ладно, я сюда позже вернусь и сделаю вот этого крота в сапоге. Я даже где-то специально у себя... Ну, как бы я много кротов находил, и я специально одного сохранил для этого крафта, чтобы потом сделать крота в сапоге. Знаете, есть... Есть сказка кот в сапоге, а есть... Маунт... Ой, господи, маунт. Есть пэт крот в сапоге. А где мой крот? А, вот он, крот на месте. Ну, ладно, тогда все в порядке. Ах, ладно, друзья. В общем, на этом, пожалуй, и закончим наше видео. Мне кажется, я уже и так порядком его затянул. Ну, в общем, с вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Кстати, вот этих бутылок я тут столько засаживал. Столько я их собрал. По-моему, там что-то около тысячи я в итоге их насобирал. Да, сколько? Да, действительно, уже тысяча с лишним. Ну, вот эти бутылки, ребята, их легко засаживать. В садоводстве. Ну, ладно, я об этом где-то в ранних видео говорил. Все, 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 хватит. Закругляемся. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok